Заседание штаба провел губернатор Алексей Русских. Начали с вопросов капитального ремонта средних школ. В Ульяновской области планируется отремонтировать 10 школ, 7 в этом году и 3 до конца 2025 года. В каждой из них должны быть созданы принципиально новые условия, в которые детям было бы удобно и интересно учиться. От капремонта школ перешли к вопросу выдачи социальных контрактов. В 2023 году Ульяновская область перевыполнила план по их предоставлению жителям региона. В этом году запланировано выдать ульяновцам 3800 соцконтрактов по четырем направлениям. Индивидуальная предпринимательская деятельность, это поиск работы, это личные подсобные хозяйства и трудно-жизненные ситуации. Самый главный акцент мы делаем, конечно же, на индивидуальной предпринимательской деятельности. И с 2024 года внесен был ряд изменений Минтрудом. Самые главные изменения коснулись как раз направления индивидуальной предпринимательской деятельности и личного подсобного хозяйства. Теперь все, кто обращается за такими мерами поддержки, должны пройти тестирование на знание налогового кодекса, ведение предпринимательской деятельности. Получить эти знания можно на бесплатном обучении. Еще одна важная тема – подготовка к весеннему паводку. Ситуация действительно сложная. За зиму выпало аномальное количество снега. Серьезные последствия от предстоящего паводка позволит избежать качественной подготовки, слаженной оперативной работы всех ответственных ведомств. Все службы готовы встать на борьбу со стихией. Большой блок работы касается жилого фонда. Уже сейчас управляющие компании и муниципалитеты приступили к уборке снега с придомовых территорий, чтобы избежать затопления подвалов. Создана группа оперативного реагирования с необходимой техникой. Аварийный запас материалов для предупреждения и ликвидации возможной в частной ситуации имеется. Также возможной зоны подтопления попадает Ульяновский район, Новоспасский, Меликевский, Новомолоклинский. В целях недопущения нарушения электро- и теплоснабжения потребителей на территории Ульяновской области приняты меры по организации, круглосуточного дежурства в аварийных восстановительных бригад, в ресурсоснабжающих организациях. Для расчистки дорог от снега и льда в районах Ульяновской области привлекают дорожную спецтехнику. Разработан план мероприятий по подготовке автодорог и мостов к паводку. Для контроля реализации запланированных мероприятий при Министерстве создана специальная противопаводковая комиссия из руководителя департамента автомобильных дорог и дорожных служб. При разработке плана данных мероприятий особое внимание уделено проведению предупредительных работ на автомобильных дорогах, мостовых переходов, которые подвержены наибольшим размывам в данный период года. В Ульяновской области продолжается реализация национального проекта образования. На тематической неделе проекта пройдет множество встреч и мероприятий. Будет открыта региональная флагманская школа федерального проекта «Флагманы образования». В этом проекте у нас тоже есть результаты. Я напомню, что в прошлом году федеральному уровню победителем признано одним из победителей директор школы Собакаева Меликесского района. Так вот завтра в ходе мероприятия будет отработана региональная модель наставничества с целью вовлечения педагогов в профессию и задача остаться в профессии нашей молодежи. На этой неделе наш регион посетит чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой. Вместе с ним в Ульяновск приедет делегация крупных предприятий Беларуси. Гости посетят крупнейшие предприятия региона. Завершая заседание, губернатор поручил увековечить память ученого, профессора и литератора Михаила Матлина, уход которого стал большой потерей для всего региона. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.